И так непобедимая Латвия радует сразу всех. С одной стороны своих жителей, им и так инфляции мало было, теперь налоги поднимут. С другой европейских своих друзей обещаем построить еще больше, откуда площадь, откуда деньги, ветряных мельниц и солнечных панелей, чтобы продавать даже дефицитное сегодня электричество. И конечно, своих самых любимых соседей с территории 404, которым товарищи обещали дожидать много-много самолетов и других мультиков, если бы они у них были, а так, как говорится, вы там держитесь, берите хорошее настроение с собой и так далее. Причем никаких же шуток, ибо демократия в опасности, а потому через территорию Латвии победителям Путина в Россию не добраться. Ну, как говорится, за что боролись. Хотя и внутри маленькой, но гордой страны дела обстоят не сильно лучше. Например, нянечки в государственных детских садиках, как выяснилось, зарабатывают менее 500 евро. Да это же 50 тысяч, воскликнут наши пытливые зрители и читатели, быстро-быстро пересчитав все это дело по курсу и мечтательно вздохнув, что вот, дескать, в России бы такие зарплаты. Однако проблема как раз в том и состоит, что мерить по курсу заработки, не принимая в счет расходы, это не очень профессионально. Ибо инфляция в Латвии весьма себе ободрит. Хотя, вроде это Рига накладывала на Москву санкции, а не наоборот. Плюс, не надо забывать старые добрые сказки про тысячи евро, из которых состоят якобы средние зарплаты в богатой Европе. Не говоря про непобедимую Прибалтику, что является вроде как витриной сытной и богатой жизни. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! У нас небольшие новости. Данный канал, очевидно, пока должен отдохнуть. Просмотры на нем кто-то совсем-совсем скрутил. Однако это не повод для грусти. Мы запускаем канал «Жесткие подробности». Поэтому подписывайтесь туда и на наш канал в Дзене. Здесь скоро трансляции прекратятся. Но наша работа, как наши самые преданные зрители, которые мечтают, чтобы мы сдались, не дождутся. Если мы вместе победим, подписывайтесь на наш новый проект. Все ссылки вы, конечно, найдете в описании к этому ролику. Итак, с боем московских курантов, часовой поезд Т1 с 31 декабря на 1 января в Латвии вырастут налоги. Ну ладно, ладно, не совсем движуха начнется с 1 марта. Акцизы будут подняты на табачные изделия, гречительные напитки, плюс вырастет налог на вывоз мусора, навоз автомобилей. Также в гору уйдут расходы производителей текстиля и пластик. То есть, та самая нянечка теперь будет, должна, чтобы сводить концы с концами, вести здоровый образ жизни, ходить пешком. Правда, она и до этого на Феррари не ездила. Меньше мусорить и с платьями придется поджаться. Но есть и хорошие новости. Латвия готова вырабатывать много-много электроэнергии. Правильной, экологичной. Это важно и за деньги, разумеется, делиться ей соседями. Правда, дальше начинаются нюансы. Ведь, во-первых, Рига скоро хочет выйти из Брелл, а потом, ладно, там цены вырастут на энергию. Надо как бы больше проводов с западными странами. Угадайте, кто за все заплатит. Ну, в общем, все будет хорошо. Когда-нибудь, потом, в светлом будущем, с ветряными мельницами, пока же к Латвии, несмотря на хорошую погоду в октябре, подступает холодная и темная зима. Нянечкам в детских садах наши соболезнования. Счета за отопление в этом году будут лучше, чем в прошлом. И это точно не конец истории.